Ну вот мы посмотрели последний фильм, это документальный фильм был Мантуса Квидоравичуса, и мы ожидали, что он выйдет перед фильмом. Вышел не он, и я смотрю, говорит по-немецки мужчина, говорю мужу, а чё это говорю, а кто это? Он говорит, а его убили. Таким образом, мы во время начала сеанса, да, то есть перед фильмом узнали, что режиссер фильма был убит. Оказывается, в 2015 году он вот снимал первый фильм, который назывался просто Мариуполь, Мариуполис они его называют, вот, и через шесть лет он, говорит, поехал туда же встретиться с теми же людьми. Когда он приехал, там как раз вот началась война. Нет, не правильно. А как? Он приехал, когда там уже была война, он в середине марта приехал. Ну да, то есть там началась война, ну в Мариуполе именно. Да. И ему пришлось остаться в церкви, в баптистской церкви, там еще было 60 человек местных. И вот весь фильм проходит именно в этой церкви, то есть вот эти два часа – это все, что он снял в этой церкви. То есть он вот сидел там, ходил, ну ел, спал. Все, что они там делают, это вот они как будто сидят и ждут, когда все это кончится. Вот. И небольшие там диалоги, например, там те, кто сидят тоже в этой церкви, они говорят о том, что у них дом разрушено, что там соседи все погибли. Ну, что все, что они заработали, все они потеряли. И они смотрят, как вот постоянно идет это, стреляют, 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 вот такое. Какой-то из дней, наверное, уже седьмой день, там настоятель церкви сказал, что мы больше вас не можем кормить, вы давайте идите куда-нибудь, идите, вон живите, вон сколько пустых домов занимайте, и все, если ваши дома разрушены. Вот такой фильм. В общем, ни сюжета не было, ни динамики никакой не было, все так стационарно, но, в общем-то, понятно, что там происходило. Люди сидели, постоянно вот эта вот угроза жизни, и все. По сути дела, больше ничего в этом фильме не было. И с вами режиссер погиб, когда он попытался оттуда выехать. Вот так. Ну, можно прочитать в интернете версии, там несколько версий, как он погиб. Какому же, когда в зале встал, выстал? А, после фильма «Вопросы-ответы» получилось интересно, вот это вот надо сказать. Короче, выжил опять тот же мужик, который перед фильмом выступал, который сказал, что он погиб, да, режиссер. И когда он начал говорить, первый же вопрос поднялся мужчина из зала и сказал, вы тут всю ерунду говорите, русские не виноваты, это вообще убили украинца его, а это вообще русские. И тот стал говорить, это его из ГНР убили. Он говорит, нет, вы ничего не понимаете. У меня два месяца, ну, по-немецки идет речь, разговор. Два месяца жили оттуда беженцы, я все знаю. Вот. Там другие стали поддерживать его, кто-то стал, наоборот, спорить, что тот прав. В общем, завязалась дискуссия такая серьезная. И в конечном итоге этот мужик психанул и ушел, который спорил. Ну, и после этого так все спокойно стало. Стали говорить о том, как все было. Ну, версии разные. Вот такая вот вещь. В общем, тяжело. Не просто такие фильмы смотреть. Всем привет из Мюнхена.